Доброе утро! Николай Левашов ел мясо, не делал асаны и не сидел в медитациях. Как, по-вашему, он развил свои способности? Первое, самое важное, это как и Будда, как и Шринмер Шриурабинда, чья душа пришла из центра галактики. Это просто душа очень высокого уровня развития с очень большим потенциалом. И как только происходит этап, на котором начинает раскрываться сознание, то есть у души проявляются эти способности. И достаточно сделал очень немного вещей, чтобы это начало работать. Заметьте, что с детства, в раннем детстве, как бы, в общем-то, Левашов, если вы читали его историю, биографию, то в раннем детстве он особенно чудеса-то не показывал. Они произошли только тогда, когда он включил свою осознанность и начал что-то практиковать. И то поначалу это было болезненно, когда он очень уставал. Но если вы читали, то вы знаете, о чём я. И есть два типа, скажем так, проявленных способностей. Это первое, это вы в прошлой жизни этим занимались, в прошлых жизнях вы этим занимались, и у вас это уже наработано. То есть это ваша душа, она уже обладает определёнными качествами и вселяет практически в любую оболочку, не в любую, но в сколько-нибудь подходящую. То есть это оболочка, на этой оболочке создаются тонкопылевые структуры, через которые, скажем так, эти так называемые магические вещи, они начинают проявляться, то есть способности по факту. Вторая ситуация, это когда вы долго практиковали. Я рассказывал эту уже историю. Это была история про одного, не ошибаюсь, тибетского мастера, который сказал, что просветлеть может любой человек, но во всяком случае, я имею в виду, там не дикие народы, а, скажем так, люди, которые жили при цивилизации, которые как бы мыслят как человек цивилизации. Он говорил, что любой человек за жизнь может стать просветлённым в течение жизни. И когда ему не верили, а это классическое качество, потому что к просветлению приходят из даже практикующих единицы, то есть именно к такому серьёзному результату. То есть он взял совершенно обычного одного из самых-самых простых монахов и в течение своей личной жизни за какой-то относительно короткий промежуток времени и как бы довёл его до просветления. Да, то есть он лично этим занимался, то есть личного мастера на каждого не сделаешь. То есть это второй путь, это путь практики. Соответственно, когда тебя курирует мастер, твои скорости в тысячи раз могут увеличиваться, то есть скорости эволюции. То есть два типа способностей, которые появляются, которые проявляются. Это наработки прошлых жизней, которые начинают инсталлироваться в этой жизни по разным, ввиду разных причин и обстоятельств. И второе, это вы очень много практикуете. Соответственно, бывает такое, что после жизни практиковали, но не очень много. И в этой жизни, скажем так, путь ваших усилий не критический. То есть вам не нужно куда-то удаляться, тратить на это часы. У меня был знакомый, который продал квартиру и практиковал кундалини-йогу по 8 часов в день. Ну там, с перерывами, но фактически целый рабочий день на это уходил. У человека были наработки, ему года хватило, чтобы эти вещи раскрыть. Так, по классике, ну человеку 3-5-7 лет может понадобиться, чтобы прийти к кундалини-йоге, например. И когда есть и наработка по прошлым жизням, и достаточно практики. Плюс ещё существует генетика, то есть хорошая генетика. Если у вас хорошая генетика, как говорят, R1-A1, то, конечно, вам это сделает легче. То есть эти способности, они есть в самой генетике. То есть ваши предки, практикуя, создали в генетике какие-то возвышенные коды, которые работают на уровне биоэнергетики уже. Что касается, что Левашов ел мясо и не делал асаны, то вы видели, что он очень сильно разжирел. То есть это был абсолютно нормальный человек в молодости, нормальной конституции, и он разжирел. То есть есть люди, которые целый день сидят у компьютера, и у них нормальное телосложение. То есть по крайней мере ровное, а то и атлетическое. Некоторым достаточно практиковать. У меня есть знакомые, которые много проводят у компьютера и занимаются йогой в час в день. Кто-то даже и меньше. А некоторые и не каждый день. То есть они занимались йогой давно, через день и занимаются. И они находятся в хорошей форме. У них тоже сидят у компьютера достаточно много. Если у вас неправильное питание, опять же, когда я говорю про питание, есть очень много в этом плане аспектов. На эту тему есть ролики. Есть такого понятия, как раздельное питание – это минимум. Кроме раздельного питания есть понимание, что такое правильное и неправильное. То есть качество пищи. ГМО, пестициды, еда, в которой мало ли много витаминов, на какой пищи она выращена. Это какие-то минимальные понятия, когда еду можно считать едой. Если человек, например, питается мясом, немножко капельку мяса ест, там, предположим, много зелени и свежих овощей, живёт в хорошем климате, он, может быть, и сможет на этом мясе дальше и ехать. Если вы практикующий мак, и вы хотите на большой скорости развиваться, мясо будет вашим тормозом. Но как продукт он неестественный. И на это есть много очень научных докладов. То есть докладов, которые сделали не учёные, которым платят деньги олигархи. Вот настоящие, возьмите то же самое, гонят Марфу Горшаковну, то есть как примерно в Москве живёт. И вам просто научным языком объяснят, почему это так. Есть врачи, которые выражаются штампами, им что-то рассказали в институте, и они это повторяют. Есть учёные, которые знают, как работает система. Будь то он биохимиком, химиком, или кем-то иметь подобную профессию. Способности Левашова – это следствие того, что у него была очень развитая возвышенная душа, пришедшая из тех миров, где живут как бы, не знаю, бог-человеки. Поэтому его способности, её быстрое раскрытие способностей, его уникальные способности – это следствие того, что это как бы душа иного уровня. Я бы сравнил с душой Будды или Шири Робинда. Что касается, что он не сидел в медитациях, но он практиковал. И Левашов достаточно серьёзно практиковал. Может быть, он всего не пишет, но я думаю, что сил, потраченных на развитие способностей, то есть экссессорных, он достаточно много сделал. Может быть, просто эти вещи не все Левашов написал. Если вы знаете, то написать книгу очень сложно, а потом её публиковать, то есть это сам процесс трудоёмкий, а это не единственное, чем занимался этот человек. То есть он не писал этих самых деталей. Я более чем уверен, что он достаточно много практиковал. Делал какие-то вещи, которые подобны медитациям. Потому что медитации, например, под медитацией, на самом деле, если брать в чистое понятие, есть очень много разных вещей, которые можно назвать медитацией. Например, есть такая понятие ментальная медитация. Она связана с использованием мышления. И это не просто гонять мысли по кругу или увлекаться какими-то фантазиями. Это есть особая форма. Ещё называют в ведической культуре ясномыслием. Ясномыслие – это и процесс, и практика определённая. С помощью осознания, осмысливания определённых вещей вы приходите к результату. То есть это фактически научная деятельность, но связанная с использованием способностей человека. При этом, конечно, будет работать не только аппарат мышления, анализа, но и будет и определённый интуитивный аппарат. Работать на уровне биоэнергетики. У нас ничего не работает чисто в жёстком направлении. Левашову развитие способностей тоже далось не то чтобы сильно просто, даже учитывая его ситуацию. Я так думаю, что он достаточно реально много сил на это потратил. Вопрос в том, что результат у него был очень серьёзный, но у него и наработка была очень серьёзная. Это абсолютно чёткое утверждение. И, знаете, не бывает ничего на пустом месте. Это, знаете, вот эти американские фильмы. Сидит лох, пьёт Кока-Колу, кушает гамбургер, докупал метеорит, и он стал суперменом. Вот эта бредовая идея, которая, наверное, навязывается через, например, американские СМИ, что каким способом человек должен стать крутым. По халяве. И потому, что он практикал множество прошлых жизней, не тратил своё время, не инвестировал своё время в эволюцию. Не потому, что в этой жизни практиковал и старался, а просто потому, что вот ему так сильно подвезло. И поэтому, наверное, каждый подросток, предположим, в Штатах, мечтает, что упадёт метеорит, и он станет суперменом. И он для этого ничего не хочет делать. Он хочет подождать, чтобы упал метеорит, и к нему это всё пришло. По факту такого не бывает. Бывают случаи, единичные вообще, когда человек ударил о молнии, и у него что-то появилось. То есть, его не убило, хотя должно было убить. Он даже очень сильно не пострадал, у него появились способности. Но это один случай, насколько это сотен миллионов. И опять же, у этого человека прошлое связано с магией, когда его психические тела способны управлять пространством, и даже высоковольтным электричеством от большой мощности. По факту, если вы хотите получить результат, надо практиковать. И основывать своё намерение на понятии закона эволюции. То есть, если вы на неё опираетесь, то вы придёте к результату. И за этот результат вы не будете платить слишком высокую цену. Цена всё равно будет. То есть, это цена вашей концентрации, усилий, времени. Но всегда будет результат. Вы проживёте жизнь, и вы поймёте в конце жизни, что вы её не зря прожили. И в следующей жизни у вас будет больше возможностей. В этой жизни вы были хорошим слесарем, станочником. В следующей жизни вы будете, может быть, хорошим инженером. Либо руководителем, предположим, среднего или большего звена. То есть, вы будете реализовываться за счёт своего интеллекта, а не за счёт механистической работы, которая на уровне социума тоже пока актуальна. То есть, человек, который занимается, практикует что-то в развитии своих качеств, он по умолчанию в будущем всегда будет жить лучше. К примеру, Левашок, можно добавить пример десятков людей таких же. Возьмите историю Будды, классическую. Там, конечно, многое, естественно, приврано. Но какая была ситуация, что Будда, будучи принцем, наследным причём принцем, не мог получить те результаты от жизни, которые хотел. То есть, он видел страдания, и будучи принцем не мог это изменить. И он ушёл в лес и сидел в лесу достаточно долго. Даже как бы Будда, вы понимаете, что это возвышенная тонкая душа. И ей пришлось уйти в лес. Будучи даже принцем, он не мог организовать себе обучение в Индии в те времена. А Индия, вы знаете, далеко не самая последняя страна, где было очень много практик, развивающих сознание. И они давно уже существовали, не тысячу лет, а достаточно давно пришли, скажем так, белые боги, и дали определённые знания, оставили определённые знания. Вещи, которые кажутся с виду странными, если их немножко анализировать, в них ничего странного нет. Там всё очень можно аккуратно и чётко положить по полочкам. Субтитры создавал DimaTorzok